Встреча Путина и Эрдогана состоится 5 или 6 марта. Об этом заявил глава турецкого МИДа Чевушаглу. По его словам, ситуацию в Идлибе можно решить только на личной встрече президентов. Удастся ли развязать Идлибский узел? Встреча Путина и Эрдогана состоится 5 или 6 марта. Об этом сообщил журналист и министр иностранных дел Турции Мивлюд Чевушаглу. По его словам, вопрос о ситуации в Идлибе может быть решен только на встрече президентов двух стран. В пятницу лидеры России и Турции провели телефонный разговор, в котором подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки в Сирии. А сегодня Таип Эрдоган заявил о том, что предложил президенту России не вмешиваться в противостояние Анкары и Дамаска. «Я ему сказал, чтобы нас оставили один на один с режимом Башара Асада», сказал президент Турции на встрече с депутатами в Стамбуле. Эрдоган также сказал, что Турция открыла границы для сирийских беженцев в ЕС. Тем временем турецкие беспилотники атаковали штаб сирийской армии в районе Эзербак к югу от Алеппо. По данным телеканала «Альма-Эдин», в результате ракетной атаки среди сирийских военных и бойцов Хизбалла есть погибшие и раненые. Мы обсудили последние события вокруг Сирии с руководителем научных исследований в Институте диалог цивилизации Алексей Малошенко. Чего же ждать от предстоящей встречи Путина и Эрдогана? Я думаю, что ждать надо того, чтобы будет найден какой-то временный компромисс. И во всяком случае вот эта вся ярость боевых действий будет каким-то образом приостановлена. Другое дело, что Эрдоган ведет себя все более и более, ну не скажу наглее, но как-то амбициознее. Потому что требовать от Кремля, чтобы Кремль прекратил поддержку Башара Асада, это просто невозможно. Если на секунду представить себе, что Кремль на это соглашается, то это полное поражение российской политики на Ближнем Востоке. Так что этого не будет. Что будет конкретно обсуждаться? Я думаю, что конкретно будет обсуждаться все-таки обстановка в Эдлибе. Каким образом из нее выкручиваться? Безусловно, будет какой-то сопропагандистский ход, какие-то пропагандистские атаки в связи с Башаром Асадом, в связи с тем, что Эрдоган хотел бы остаться с ним один на один, я имею в виду на линии фронта. Но это, конечно, не получится. И потом, вы знаете, я бы вот эту встречу между Путиным и Эрдоганом рассматривал как первый этап более широкой встречи Большой Четверки. То есть Германии, Франции, Турции и России. Она тоже состоится. Поэтому очень важно будет, с какими итогами, с какими мнениями вот к этой встрече подойдут и Путин, и Эрдоган. Но, в принципе, ожидать того, что будет достигнуто какое-то длительное соглашение, я думаю, это нереально. Можно чего-то приостановить, можно чего-то заморозить, но сама проблема совершенно очевидно останется нерешенным. Ну, хотя бы по той простой причине, что Эрдоган категорически против Большара Асада и хочет с ним разделаться. А это для России невозможно. Ну, до встречи двух президентов Анкара все-таки идет на обострение. Обстреляла вот штаб сирийских правительственных войск под Алепо. Может ли ответить чем-то Асад в этой ситуации? Вообще, какова его роль сейчас? Я думаю, что Турция провоцирует Россию на более активное противостояние, потому что за счет вот этого противостояния с участием России она набирает очки, поскольку Большара Асад его не любят на Западе. Его очень не любят и раздаются постоянные требования сам к России, что хватит его поддерживать. Но в России безвыходное положение, оно все равно его будет поддерживать так или иначе. И кроме того, с моей точки зрения Большар допустил определенную погрешность, я имею в виду беженцев, потому что беженцы для европейцев это раздражающий фактор. И пугать сейчас Европу беженцами, это значит отталкивать Европу от Турции. Тем более, не будем забывать, что это все происходит в обстановке коронавируса. И я думаю, что вот на вопросе о беженцах, на том, как он разыгрывает вот эту карту, Эрдоган проигрывает. Алексей Малошенко. В ночь на пятницу в результате авиаудара сирийской армии в Идлебе погибли более 30 турецких военных. После этого Анкара заявила, что теперь считает силы Большара Асада вражескими целями и продолжит наносить удары. В результате турецкие власти сообщили об уничтожении более 50 сирийских солдат и нескольких заводов по производству химоружия. Информацию о последнем опровергает агентство САНа. Эрдоган заявил, что накануне в телефонном разговоре с Путиным потребовал от Москвы оставить Турцию и Сирию один на один в этом конфликте. Анкара не планирует втягивать Москву в прямое столкновение в Идлебе, отмечает политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Турция не будет доказывать причастность России, даже если у нее были бы или есть точные сведения об этом. Доказав причастность России, Турция загоняет в себя очень страшный угол. Тогда надо враждебными силами объявлять не сирийские, а российские. Ну а это уже переход на такой уровень эскалации, который вообще непонятно чем закончится. Турция это, извините за некорректное выражение, не по зубам. Поэтому версия, по которой солдаты стали жертвами сирийского налета, она в общем всех устраивает. Россия совершенно не намерена выносить это куда-то за пределы российско-турецких разговоров и переговоров. Вот, кстати, о вмешательстве Эрдоган вчера совещал со США и представителями ЕС. Поддержат ли они военные действия Турции в Сирии? Они высказывают поддержку Турции как союзник. Я ни разу не слышал поддержки военных действий Турции в Сирии, поскольку действия эти срок, говоря, противоречат международному праву. И вот обращение, скажем, Эрдогана в НАТО, ну оно было чисто пропагандистским, потому что совершенно очевидно, что никакая статья устава НАТО неприменима, когда речь идет о несанкционированных НАТО в действиях одного из членов на территории третьей страны. Федор Лукьянов на заседании Совбеза ООН на постпред США Крафт подчеркнула, что Вашингтон выступает против астанинских договоренностей по регулированию в Сирии. В Штатах считают, что этот формат сломан и не подлежит восстановлению. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...